Следующая наша тема касается отладки под Node.js. Первым делом мы рассмотрим самый простой встроенный отладчик, который вызывается командой Node.debug. Выглядит это так. Допустим, у нас есть скрипт, например, сервер.js, который упорно глючит. И мы хотели бы остановить его выполнение на некотором моменте, чтобы посмотреть перемены и посмотреть, что происходит. Для этого мы в этом месте ставим debugger. И запускаем скрипт в режиме отладки. Node.debug. Этот самый скрипт. Никаких модулей для этого ставить не надо. Запустил. Изначально скрипт находится в состоянии паузы. Видите, ничего не происходит. В режиме отладки есть некоторые команды, из которых мне сейчас нужна cont. Cont заставит скрипт продолжить выполнение. И видите, он продолжил и даже вывел в концу лог здесь что-то. Отлично. Что ж, давайте теперь перейдем к браузеру. И зайдем на url 127.01 с этим портом. Опа. Вы видите, только я зашел. Произошло событие request. Запустился обработчик. И выполнение остановилось как раз на команде debugger. Теперь я могу перейти в консоль. Ripple. Режим выполнения команд. И, например, выяснить, что такое url parser. Вот что это такое. Например, запустить что-то. Скажем, res.end. Опа. Смотрим, что у нас с браузером-то стало. Отлично. Все работает. Надо сказать, что встроенный отладчик, который мы рассмотрели, это самое простое, что только бывает. Его используют в тех редких случаях, когда более продвинутые способы отладки почему-то не работают. Ну или когда лень их запускать. Гораздо удобнее осуществлять отладку, используя инструменты разработчика в браузере Chrome. Для этого нам понадобится утилита, которая называется Node Inspector. Поставим ее глобально. На этом приготовления завершены. И теперь несколько слов о том, что сейчас будет происходить. У Node.js при запуске есть специальный параметр debug, после которого можно написать скрипт. Когда Node.js запускается с этим параметром, то не только запускается сервер JS, но Node.js также начинает слушать происходящее на этом порту. К этому порту может подключиться другая программа и давать команды Node.js, относящиеся к отладке. Например, приостановить выполнение, возобновить выполнение, получить текущее значение какой-то переменной и так далее. Эти команды выдаются в соответствии со специальным протоколом, который описан в документации kv8. Например, вот вы видите примеры таких команд. Скажем, такая команда означает продолжить выполнение континуя. Или скажем, вот такая команда говорит Node.js вычислить 1 плюс 2. Мы конечно же эти команды вручную набирать не будем, хотя могли бы. А используем утилиту Node.js, которая как раз будет посылать эти команды, а нам предоставлять красивый веб-интерфейс. Итак, оставлю Node.js здесь запущенным и открою новое окно консоли, в котором запущен Node.js. Node.js это веб-сервер, к которому можно подсоединиться под этим урлом, который он дает, и работать с отладчиком. То есть я буду слать команды веб-серверу Node.js, а Node.js будет транслировать их как раз ноде, которая слушает протокол отладки, используя язык отладки V8. Итак, я зашел в Node.js. Этот дизайн похож на встроенный инструмент разработки хромовский, но на самом деле это не они. Они похожи, поскольку вот эти вот стили HTML взяты из движка WebKit. Соответственно, интерфейс очень похож, но на самом деле это всего лишь веб-страница, которую нам он дает Node.inspector. А теперь я зайду в отдельном окошке, чтобы удобно было на страницу 127.0.1. Вот. Оба. Произошло следующее, когда я перешел по этому адресу, то сработала функция, вот, обработчик request. Если бы Node.js был запущен без флагов отладки, то команда debugger была бы проигнорирована, но в нашем случае она сработала, V8 приостановила выполнение JavaScript и послала Node.inspector, который подключен к ноде по этому порту 5.8.5.8, об этом информацию. Node.inspector ее получил и при помощи протокола WebSocket, с которым мы познакомимся далее, переслал ее в браузер, браузерному JavaScript. Здесь уже на это отреагировал веб-интерфейс и показал мне, что вот тут останов, этот же веб-интерфейс запросил данные об останове, которым я могу воспользоваться. Видите, ходить тут могу. При этом Node.inspector берет на себя трансляцию моих действий в команду для отладчика V8. Могу даже использовать консоль. Например, хочу посмотреть URL Parsed. Оп. Все есть. Или, если я хочу ответить на запрос, то я могу сделать так же, как делал со встроенным отладчиком, а именно вызвать метод в текущем контексте. Опа. Когда я надлаживался, я могу play сделать. И все произошло. Видите, после play был останов еще один, потому что favicon запрашивалась. То есть при следующем запросе опять управление попадет сюда. Как говорится, отлаживаю, не хочу. Видите, даже мы попали во встроенные модули HTTP. Все очень удобно. Этим рекомендуется пользоваться. Единственное, следует иметь в виду, что мы работаем с цепочкой соединений. Мы, зайдя в данные URL к Node.inspector, присоединяемся из клиентского браузерного JavaScript к серверу Node.inspector. Серверный Node.inspector присоединяется к Node.js и бывает так, что какое-то из этих соединений рвется. Соответственно, отладки перестает работать. В этом случае можно перезайти на страницу отладки, если это не помогло, рестартовать Node.inspector, если это не помогло, то рестартовать по цепочке все, ноду, Node.inspector и перезайти на страницу в браузере, и тогда точно все будет хорошо. Давайте рассмотрим еще один важнейший сценарий отладки, а именно отладку при возникновении ошибок в JavaScript. Например, при обработке запроса есть неизвестный вызов или что-то еще, от чего JavaScript падает. Сейчас я запущу этот сервер, раз, два, захожу в браузере на страницу отладчика три, ух, сколько действий. Теперь, если я перейду по адресу сервера, то никакой отладки не произойдет, потому что JavaScript просто упадет. Для того, чтобы отлаживать JavaScript в этом случае, можно зайти в отладчик и здесь кликнуть то же самое, что мы кликаем в отладке в браузере. То есть делать эту пимпочку фиолетовой. И вот теперь перехожу на эту страницу и отладчик останавливается на ошибке. Давайте взглянем на еще один пример отладки, на этот раз консольной утилиты. В файле pow.js есть вычисление степени при помощи такой вот рекурсивной функции. И при вызове она должна вывести, как видим, 2 в третьей степени. Node.paw. Но выводит 32, а 2 в третьей, как известно, это всего лишь 8. В чем же дело? Чтобы посмотреть, что происходит, попробуем запустить отладчик. Node.debug.paw.js. Теперь, если я попробую запустить нодный спектр, то нодный спектр запустится, но на самом деле ничего отлаживаться не будет. Почему? Так как мы понимаем происходящее, то можем это легко объяснить. Ведь нода запустилась, открыла доступ по этому порту, а потом выполнила скрипт и все, нода закончила свою работу, она уже все вывела и никакой нодный спектр теперь к ней не подключится, но просто потому, что она не запущена. Порт 5858 закрыт. Что делать? То, что нам на самом деле нужно, это другой флаг debug.brk. debug.brk запускает скрипт, сразу входя в состояние останова. Вот, я запустил, оно подняло отладчик и теперь ждет, пока кто-нибудь к нему подключится и даст команду продолжить выполнение. Что ж, давайте для верности я перезапущу и нодный спектр тоже и войдем в инструмент разработки через Chrome. Открываю соответствующий URL и вот вижу где произошла текущая остановка и далее я буду рассказывать достаточно подробно для тех, кто возможно впервые сталкивается с такими инструментами разработки. Слева находится текущий скрипт, справа находится информация и кнопки управления процессом. Сейчас я нажму вот сюда. Эта кнопка или клавиша F11 переведет управление на следующую команду. Нажимаю. Ммм, куда же мы попали? Здесь немножко тонкий момент. Дело в том, что когда я попытаюсь подключить объект консоль, то Node.js его required. Это встроенный объект, по умолчанию не подключается, а тут вот нужно его подключить. Процесс подключения консоль нас не очень интересует, поэтому я нажму другую кнопку, вот эту. Которая означает, что процесс выполнения нужно продолжить, но остановиться, как только произойдет выход из этой функции. Нажимаю. Вот. Теперь консоль подключена и следующий вызов обратится к ПАУ. Раз. Вот. Мы находимся внутри функции ПАУ и теперь повторные нажатия будут переводить управление внутрь вложенных вызовов. Видите, вот ColdStack растет. Еще раз нажимаю. Растет. ColdStack – это последовательность сложенных вызов функций, которые привели к текущему положению дел. Соответственно, в данном случае нас интересует, наверное, ПАУ.js – это единственный наш файл, а это встроенные всякие модули. Был вначале консоль, потом этот вызов, потом этот, этот. Различаются они, как видите, локальными переменными. Дальнейшие шаги по отладке очевидны, поэтому мы переходим дальше к следующему способу отладки, а именно под IDE. В качестве IDE будет использоваться WebStorm. И для того, чтобы запустить отладку, нам вполне подойдет уже готовая конфигурация. Единственное нужно будет, чтобы запускалась именно нода, а не супервизор. Чтобы запустить отладку, жму сюда. И смотрю в консоли, что у меня получилось. При запуске в режиме отладки, WebStorm добавляет к ноду соответствующий параметр – Debug.brk и указывает ему значение. Это значение – это порт, на котором нода должна ожидать подключения отладчика. По умолчанию – 5.8.5.8. Ранее к этому порту подключался Node Inspector, но сейчас к этому порту подключен сам WebStorm. Соответственно, он реализует необходимый интерфейс. И сейчас, если зайду в браузер на этот URL, захожу, то происходит остановка, и здесь я уже могу куда-то ходить, анализировать переменные, смотреть URL Parsed и так далее, и так далее. Итак, резюме по способам отладки для Node.js. Первый способ – это запуск Node Debug Script. При этом нода тут же приостанавливает выполнение скрипта и переходит в специальный режим консольной отладки, в котором можно получить список команд через help, управлять выполнением скрипта, переходить в режим консоли через REPL. Это работает, но уж больно просто. Хочется какой-то более удобный интерфейс, поэтому в тех случаях, когда это возможно, используется отладка под браузером Chrome через Node Inspector, либо под IDE. Для того, чтобы такая отладка стала возможной, нужно запустить ноду со специальным флагом defis-defis-debug, либо debug-brk. Debug-brk при этом переведет скрипт в состоянии остановки тут же. Если нода запущена с этими флагами, то она дает доступ к встроенному механизму отладки V8. Соответственно, V8 начинает слушать этот порт, по умолчанию 5.8.5.8, отладчик к нему подключается и может слать команды, которые управляют выполнением, получают текущие переменные и т.д. Для отладки под браузером Chrome в качестве отладчика можно использовать Node Inspector, который с одной стороны подключается к порту ноде и умеет говорить с ней, с другой стороны он показывает страничку в Chrome и принимает через нее команды. Вместо Chrome могут быть другие браузеры, достаточно современные. Ну а относительно IDE я могу сказать то, что, смотря как у вас IDE, как в ней все сделано, это может быть удобно или неудобно, лично для меня наиболее безглючным и надежным способом, как правило, является отладкой через Chrome. Но для нее нужно запускать Node Inspector. Жаг. So как раз thì в таком начале So CeL D RT. Продолжение следует...